Помещение, где сейчас располагается новая операционная для студентов Рязанского медуниверситета, находилось в заброшенном состоянии более 20 лет. Сейчас оно оборудовано и, по словам преподавателей, выглядит максимально приближной к реальным условиям работы в настоящей операционной. Ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин сообщил, что сейчас в ВУЗе начинается программа, в рамках которой будущие хирурги будут выполнять операции на биологическом материале, то есть на лабораторных животных. Внедряя этап Вэтлава, мы между машинами и практической работой в должности уже врачей устанавливаем работу на лабораторных животных, на животных с оказанием им помощи, квалифицированной, с применением высоких технологий, наркозных аппаратов, лапароскопических стоек, что у нас будет в нашем арсенале. Это поможет ребятам адаптироваться, понять, потому что работа с машиной и с живым организмом совершенно разный уровень ответственности, это разный уровень мотивации, психологической подготовки, психологическое понимание того, что ты делаешь в данный момент. Пока что в новой операционной практикуются ребята-медики, которым предстоит в апреле отстаивать честь Рязанского медуниверситета на финальном этапе Всероссийской хирургической олимпиады. Однако, как уверяет ректор ВУЗа Роман Калинин, уже вскоре операционная будет открыта для студентов нескольких профильных кафедр. Занятия в операционной уже вносятся в рабочие программы, в учебные планы, кафедры, которые здесь базируются, такая сосудистая хирургия, оперативная хирургия, кафедры нормальной анатомии, там, где есть кружки. И также операционная будет открыта для других кафедр, которые будут желать приводить сюда свои кружки. Так же, как и работает наш симуляционный центр. Лабораторные животные, на которых студенты будут отрабатывать практически оперативные навыки, содержатся в отдельном здании Вивария. Однако, кролики, собаки, коты и даже лягушки послужат еще и для экспериментальной научной деятельности. На подопытных зверушках специалисты будут проверять эффективность действий лекарств, производимых на предприятиях будущего фармацевтического кластера, неподалеку от областного центра. Проведение этих клинических исследований у нас здесь значительно снижает расходы тех же фармацевтических фирм по продвижению препарата, по его выведению на рынок, что, надеемся, снизит и цену этих лекарственных препаратов уже для потребителей. Если позволят современные экономические условия, то уже через пару лет в Рязанской области будут производиться современные и эффективные лекарства. Опыт других государств подсказывает, что реальные инновационные производства развиваются именно в тех местах, где неподалеку ведутся и передовые научные разработки. А соседство строящихся фармпредприятий и Рязанского медицинского университета позволяет считать, что будущее у фармацевтической науки на Рязанской земле, безусловно, есть.